На календаре 30 марта. Ровно 90 лет назад, 30 марта 1930 года, в Москве было принято решение об увеличении в 9 раз капиталовложения в промышленность Средневожского края, так раньше называлась Самарская область. Решение это приняло созданное Высшим Советом Народного Хозяйства СССР спецкомиссия под руководством Валериана Куйбышева. Зимой 1943 года полным разгромом крупной стратегической немецкой группировки завершилась Сталинградская битва. Восстановление разрушенного города шло в условиях продолжающейся войны. Было необходимо в максимально короткий срок вернуть к жизни сталинградские предприятия. 30 марта 1943 года из Куйбышева, так тогда называлась Самара, в Сталинград отправился первый эшелон. Он вез строительные материалы и оборудование для больниц, заводов и магазинов. Позже в разрушенный город потянулись эшелоны с продовольствием, одеждой и книгами. В 30 день марта в разные годы на свет появились советский драматург и сценарист Александр Гладков, советский композитор Герман Голынин, советский актер театра и кино Андрей Толубеев и другие известные люди. В народном календаре сегодня Алексей Теплый. Если в этот день появлялись большие ручьи, то следовало ждать, что полая вода тоже будет большой и широко разольется по лугам. А еще в этот день собирали березовый сок и пили его всей семьей. Это все, что мы успели вам рассказать о 30 мартовском дне. Позитивного вам настроения и успехов во всех начинаниях. Субтитры сделал DimaTorzok